Астрономы кометы считались атмосферными объектами, астрономами. Известно, что с кометами так иначе асоциировались логические события, трамбойные землетрясения и т.д. Но, видимо, не только. Есть гипотеза о том, что Туэмская звезда была кометой. Но вот, тем не менее, такое зрелище, я не знаю, помните ли вы, наверное, не помните, совсем были маленькие. Последняя яркая комета, которая наблюдалась хорошо, в подобном как раз вид, это была комета Хэлло-Бопа. Это был конец 90-х годов. Значит, что тут важно? Важно, что есть наиболее яркая часть, которая традиционно называется головой кометы, то, что вокруг атмосфера кометы называется полной, ну и дальше хвост. И вот этот хвост часто бывает двойной. Ну, почему вообще у кометы хвост, наверное, вы прекрасно знаете. А, кстати, кто мне скажет? Может быть, у вас уже все это в голове хорошо сидит. Кто мне скажет, почему хвост двойной, вообще в какую сторону он просто направлен? Что это вообще такое? Ну, двойной хвост, наверное, улетучиваются разные компоненты и более тяжелые отклоняются на... А почему они вообще отклоняются? Солнечный? Ну, солнечный ветер, да, солнечный ветер. Солнечный ветер. Давайте прикинем, значит, солнечный ветер, это у нас какая же неподность? Какая скорость? Какое давление создаётся солнечный ветер? Ну, скорость там, по-моему, тысячи километров в секунду. Скорость не тысяча, но примерно пятьсот. Вот. А плотность, ну, единицы, скажем так, протонов на кубический сантиметр. Вот. Ну, вы можете прикинуть, какое это давление и насколько он отклонит частицу. Ну, в общем, это вам как бы на экзамен одна из задачек. Значит, оценить давление солнечного ветра и оценить... Кроме солнечного ветра может у нас это воздействовать на атмосферку? Ну, в общем, коренье само принято. Проявление кометы, ну, хорошо, она движется по орбите. Вот у нас Солнце, да. Вот у нас какая-то, да, вытянутая сильная кубический сантиметр. Вот. Значит, вот у нас комета, вот она ускоряется там. Ускорение направлено всегда к Солнцу. А хвост куда направлен? Ну, вот в противоположную сторону. Хвост направлен в противоположную сторону. Вот, ну ладно, не буду вас долго, так сказать, задержать мнениями. Значит, магнитосфера Солнца, она же, так сказать, вот как-то вот так устроена, да, и солнечный ветер растекает, будучи умороженным вам гидросферу, магнитное поле гидросферы, ну, растекает по каким-то вот таким спиралевидным траекториям. И направление солнечного ветра не всегда точно совпадает с направлением от Солнца. И поэтому та часть вещества атмосферы кометы, которые действительно привязаны к солнечному ветру, а легко понять, что это ионизованная часть, потому что там будут электромагнитные силы воздействовать на ионную компоненту, она действительно вытягивается с такой вот очень узкий, компактный, называемый плазменный хвост, который действительно по своему направлению, направление которого определяет Солнечный ветер. Но большая часть атмосферы кометы, такая более широкая, узная, это смесь нейтрального газа и полевых частиц. И вот они будут отклоняться в основном давлением света. Это вот вам одна из оценочных задач, значит, еще раз оценить давление солнечного ветра на атмосферу кометы и оценить давление света. Вообще, вот привыкайте к тому, что вблизи звезды, на самом случае в Солнечной системе, световое давление – это очень существенная сила, более того, это доминирующая сила, которая действует на полевую частицу микронных и суммикронных размеров. И поэтому вот этот весь поток полевых частиц будет уходить от Солнца и будет уносить с собой нейтральную газообразную компоненту. Значит, какие тут масштабы? Значит, масштаб комы, так называемой, или головы кометы – это примерно 50 тысяч километров. Длина хвоста – это примерно миллион километров. Ну, естественно, там плюс-минус порядок здесь всегда бывает, тут достаточно богатое разнообразие. Так вот в целом выглядят кометы, и сейчас мы стараемся с вами разобраться, что это такое. Теперь, значит, невозможно разобраться с тем, что это такое, не оценив в целом статистику разнообразия этих объектов. По счастью, кометы – это один из очень немногих классов объектов Солнечной системы, которых реально много. И мы действительно можем построить некую статистику и понять, какие вообще семейства этих комет бывают. И вот в результате этого родилась вот такая вот примерно картинка. Сейчас постараюсь достаточно подробно объяснить, почему она именно такая и что здесь изображено. Дело в том, что когда мы наблюдаем статистику комет, а кометы, как правило, мы видим по этим ярким атмосферам, значит, мы видим, что есть совершенно четко два класса этих комет. Одни, так называемые короткопериодические, лежат где-то вблизи плоскости эклиптики. У них, да, вытянутые орбиты, потому что если бы они все время находились вблизи Солнца, они бы достаточно быстро испарились. Но, тем не менее, эти орбиты, они, ну, как-то, как-то лежат достаточно близко в плоскости эклиптики. Среди них есть совсем тесные, которые относятся к семейству Юпитера. То есть их афелии, то есть точки максимального удаления от Солнца, лежат вблизи орбиты Юпитера, всего лишь 5 астрономических единиц. В принципе, на этом расстоянии солнечный поток достаточно мал, и кометная активность практически незаметна. Она начинается где-то на расстоянии 2,5 астрономических единиц ближе. Солнце. И вот у этих комет, у них, ну, понятно, что раз у них афелии достаточно близко, у них и периоды, как правило, несколько лет, или там, может быть, десяток лет, и их орбиты, как правило, лежат вблизи плоскости эклиптики. Не обязательно точно, но вот какой-то здесь достаточно ограниченный разброс по наклонениям орбиты. Это как бы один класс комет. Есть другой класс комет, так называемых, долгопериодических, которые, во-первых, характеризуются очень далекими афелиями. Значит, понятно, что мы можем этот афелий анализировать только внутренний участок траектории, пока на комету видим. Мы можем восстановить всю кеплеровую орбиту, и можем это сделать достаточно точно. Вот, и вот эти афелии, они лежат аж до 10 четвертой астрономических единиц. Значит, ну, если вы прокинете, что такое 10 четвертой астрономических единиц, значит, 1 градус – это у нас 1,5 радиана, значит, 10 минус 4 – это примерно 1 угловая секунда. Так вот, парсек, то есть то расстояние, с которого 1 угловая секунда видится, так сказать, 1 астрономический единица видится, имеет угловой размер по 1 угловой секунду, это примерно 3,5 радиус, то есть это уже межзвездные расстояния до ближайших звезд, то есть афелии этих орбит, по сути, солнечная система, простирается до расстояния, сравнивая с межзвездами. И это очень важно, потому что мы должны принимать во внимание, здесь уже для понимания движения этих объектов не только притяжение Солнца, не только притяжение планет, но и воздействие гравитационного потенциала ближайших звезд, так и направлено, балактический прилив. Вот то, что гравитационное воздействие внешне, по отношению к собственному телу, называется балактическим приливом. И, конечно, не учитывая его, понять динамику вот этой внешней части Солнечной системы невозможно. Есть среди них кометы, у которых вообще этот афелии оказывается на бесконечности, просто у них траектории строго параболические. Наверное, могут быть теоретически и гиперболические траектории, то есть тело, которое пришло из бесконечности и ушло до бесконечности со значительной генетической энергией. Но таких, в общем, практически не наблюдается. У меня сейчас лекция, я перезвоню сейчас. Значит, еще одна очень важная особенность вот этих длиннопериодических комет состоит в том, что их орбиты в пространстве распределены социальной затронутой. Они вообще никак не привязаны к полуститетии. И вот исходя, в первую очередь, из этих двух фактов, то, что афелии очень далеко или просто на бесконечности, в случае параболической траектории, и исходя из мутизотропного расположения, значит, где-то в 50-е годы была сформулирована гипотеза, вот такой голландский астроном по фамилии Аорт ее так наиболее последовательно высказывал о том, что Солнечная система, периферия Солнечной системы представляет собой вот такое вот огромное гало, где по каким-то очень, так сказать, хаотическим орбитам движутся малые тела, ледяные, которые, попадая в центральную астрономию Солнечной системы, в результате каких-то случайных раздействий, в первую очередь там с астрономической пылью, могут проиграть кометную активность. Это вот как бы один резервуар. Значит, здесь количество этих комет оценивалось, ну, примерно где-то 10-9-10-10-10. То есть это реально, с одной стороны, много, с другой стороны, если мы оценим массу, значит, каждая комета — это объект порядка, там, от одного до десятка километров. Значит, если это один километр, 10-5 сантиметров, значит, возводим в куб, получаем где-то 10-15, ну, может быть, там, 10-18 грамм. Это масса одной кометы. Значит, если мы считаем, что их там 10-10 штук, то мы получаем, что общая масса где-то, ну, соизмерима с массой Земли, или, может быть, на порядок больше. Это, в общем-то, в масштабах Солнечной системы у них очень много. То есть кометный материал, несмотря на то, что занимает огромное пространство в Солнечной системе, в общем-то, по суммарному вкладу в вещество Солнечной системы, его вклад достаточно невелик. А вот исходя из того, что у нас существуют, кроме того, еще и короткопериодические кометы, у которых часть афелиев находится в центральной области Солнечной системы, но часть находится достаточно далеко, хотя в среднем и ближе, чем у долга периодически. Значит, был сделан вывод о том, что внутренняя часть вот этого гала, она как бы воплощается и имеет такую дискообразную форму. И, опять же, вот наиболее последовательно это рассказывал Герхо Коппер. Вот так вот его фамилия пишется. Что это за Коппер? Ну, и, соответственно, вот эта дискообразная внутренняя часть получила название Койпер Белт, то есть Койперовский пояс. Самая внутренняя его часть вот этого Койперовского пояса значит, носит название Ублка Хиллса, хотя эта фамилия употребляется не очень часто. В основном вот Топлый Каорта и Койперовский пояс. Это два класса объектов кометного типа. Относительно недавно, когда люди стали исследовать вот эту самую внутреннюю часть Койперовского пояса уже с помощью телескопов и научились видеть там индивидуальные объекты, значит, оказалось, что там внутри достаточно много крупных объектов, там тысячи километров и больше, которые находятся, ну, тоже на таких достаточно эллиптичных, хотя и не очень, и с одной стороны лежащих вблизи плоскости эллиптики, но с другой стороны с довольно приличным уклонением орбиты. И вот первый исторически открытый объект такого класса – это Плутон, который в 30-м году, или там в 32-м, не помню, точно открыли. Это, на самом деле, двойная система Плутон-Хау, которые поначалу ошибочно считали планеты, возмущающие орбиту Нептона, а потом оказалось, что НАСА его слишком мало, ничего она возмущать не может, но вот он очень долго считался девятой планетой, и это была, кстати, основная мотивация послать туда миссию «Новый горизонт», потому что НАСА пригласило, что мы на всех там побывали, а на Плутоне еще не было. Я помню, как аванс там проезжал сюда, в ИКИЕ еще в 80-е годы обсуждать, возможно, там планировался как советско-американский проект даже в свое время, но вот реализовали его только сейчас. Сейчас мы понимаем, что таких объектов, как Плутон, их сейчас известно уже больше тысячи, и, к сожалению, мы не знаем, что делается на внешней границе Гоперовского полюса. Внутреннюю часть уже сейчас люди анализируют телескопы, пытаются как-то моделировать эти траектории, выяснить, а нет ли там какого-то массивного тела, которого мы не видим. Ну и вот, собственно, именно на основе таких вот расчетов по данным траекторных наблюдений группа из Калтеха, там был наш русский аспирант Коннегин, и его шеф, это Майк Браун, довольно известный астроном американский, они как раз высказали предположение, что по всей видимости есть какой-то возмущающий объект, который мы не видим, который они назвали планетой Х. Массу они оценивают примерно по сравнению с массой Урана и Нептуна, то есть это считается гигантом. Но пока мы не знаем, в принципе ничего, так сказать, фантастического непродуктоподобного в этой гипотезе нет, но повторюсь, вот подобные картинки, они пока что еще очень-очень умозрительны, потому что реально мы можем наблюдать либо только самую внутреннюю часть Коперовского пояса вот здесь, либо мы можем наблюдать очень небольшую долю вот этих вот объектов, когда они попадают в центральную область Солнечной системы. Но почему их там наблюдать интересно, точнее здесь, вблизи Солнца, и почему вообще кометам посвящено так много исследований, и публикаций, и миссий? В первую очередь потому, что кометы являются, пожалуй, наиболее хорошо сохранившимся первичным материалом Солнечной системы. По современным гипотезам, я уже вам, так сказать, это рассказывал, показывал картинки, само клубок Оорта и Коперовский пояс образовались в результате миграции планеты Земали, которые не вошли в состав протопланет, не вошли в чью-либо зону питания и были выброшены в результате возмещений. Часть из них, которые в наиболее близких столкновениях были выброшены в блок Оорта, а та часть, которая подверглась длительной миграции, они остались вблизи плоскости эпилептики и были выброшены в Коперовский пояс. И произошло это достаточно рано, примерно в первые полмиллиарда лет от существования Солнечной системы. И вот после того, как они были выброшены на столь далекую периферию, они не подвергались ни столкновениям с другими телами, потому что плотность там, ни какому традиционному воздействию, потому что отвергленно Солнце очень далеко. Только, ну, по сути дела, вот галактические и космические лучи были единственным фактором, которые как-то заменили этот материал. Таким образом, вот в этом гигантском, естественно, холодильнике у нас сохранился тот материал, который создавал Солнечная система в самые, так сказать, первые моменты. Можно вопрос? Я так понял, что Вы, когда считали суммарную массу всего этого добра, Вы плотность воды брали, нет? Но они ледяные. Да, они ледяные. В этом смысле плотность может считать за единичку достаточно. Мы, как бы, рассматриваем вот это как первичный материал, первичную воду? В основном это вода. По составу. Сейчас к составу мы вернемся более подробно. Но, конечно же, это не только вода, это еще и довольно небольшое количество летучего материала, но и очень много летучего всякого, в том числе огонька. Но, если мы там в полтора раза ошибемся, то точность наших оценок совершенно точно не будет страдать. Поэтому... Александр Иванович, а вот такой облака вокруг каждой звезды существует или нет? Опять же, мы этого не знаем. Точно так же, как 20 лет назад мы не знали, а существуют ли другие планетные системы. Мы и эту-то систему наблюдать толком не можем, а строим ее умозрительно, исходя из статистики наблюдения камер. Но, по счастью, вокруг ряда звезд, обладающих планетными системами, действительно видны некие такие, как газополевые коконы. Это не совсем уголка орта, это считается, скорее, первичным материалом, то есть считается, что эти системы еще на очень ранней стадии эволюции. Пока что наблюдательная техника не позволяет наблюдать это ни вблизи солнечной системы, ни, так сказать, других тоннельных систем. Но, возможно, они появятся. А какими методами мы бы наблюдали облака орты? Спектроскопическими или какими? Ну, я думаю, что тут надо уходить куда-то в дальние ковтерогерцы и пытаться поймать тепловое излучение. Потому что тепловое излучение фона галактического, оно будет, скорее всего, все-таки ниже. Особенно, если мы уйдем из плоскости Вечного Пути. Но это вот на данный момент фантастика. Вы сказали, что у других звезд это, скорее, что-то первичное. Подразумевается, что у них все-таки меняются орбиты, они либо попадают, либо улетят? Возможно. Возможно, это просто еще продолжающийся процесс аккреции, и они попадают либо на саму звезду, либо на планету. А вот в нашем случае? В нашем случае, наоборот, это результат уже выброса планеты. Ну, то есть как бы тенденция идет на разлет? Да, да. Потому что откуда вообще этот материал взялся? Исходя из такой современной картинки эволюции планетных систем, Значит, у нас сначала газопровой диск, я хочу течение перерисовать. Значит, потом он начинает аккрецировать на протозвезду. Где-то здесь у нас ударная волна. Значит, идет сферическая аккреция эзотропная. И идет дисковая аккреция на звезду. Ну, и где-то здесь у нас, значит, вот примерно область конденсации воды. Это где-то там, вот между орбитой Марса и Лепитера. Все, что внутри, образует планеты земной группы. Здесь летучие не выживают, они здесь испаряются. Все, что вне, образует планеты-гиганты и, соответственно, искиплющие. То есть здесь планета земная, ну, условно, из гранезиона, а здесь планета земная, условно, из воды. Дальше эти планеты земной попадают в зону питания той или иной планеты, поглощаются, аккрецируют на эти планеты. Но часть из них все равно остается болтаться вот на каких-то промежуточных орбитах. И дальше идет довольно длительный период так называемой интенсивной метеоритной бомбардировки. При этом мы оцениваем планеты Земной примерно в километр, но мы при этом прекрасно понимаем, что у нас есть вот такое распределение с длинным хвостом по массам. И есть тела совсем маломассивные, их много. Есть тела, скорее всего, тут эта штука не будет иметь. Близи нуля никакой загибы, а просто как-то вот так. Ну и есть объекты малой массы, которых, естественно, меньше. Точнее, большой массы. И дальше они как-то падают-падают на планеты, образуют вот эти картинированные поверхности, которые мы сейчас наблюдаем у самых древних тел, как в Куре, Луна, как безатмосферные спутники гигантов, сталкиваются между собой, образуют вот эти рыжие структуры, как мы наблюдали в астероидах. И часть из них, проходя по близким тесным траекториям с планетами и гигантами, могут произвольным образом менять свою траекторию. Понятно, что если мы, находясь в плоскости и клиптике, пройдем рядышком с Юпитером, то Юпитер, обладая гигантской массой, может передать нам момент, который выбросит нас в перпендикулярную плоскости. Но мы, наверное, все-таки не ровно в этой плоскости должны быть, под каким-то все равно уголком. Да, конечно, конечно. А этот уголок у нас изначально есть, потому что диск у нас толстый. И со временем весь этот мусор, который заполнял очень плотно протопланетный диск, он либо выпадает на планеты, либо вышвыривается на далекую периферию. А дальше начинается обратный процесс. Дальше начинается миграция. И из вот этого сферического облака у нас появляются долгопериодические кометы, которые постепенно испаряются. А короткопериодические кометы могут впадать в резонанс с наиболее крупными планетами, в частности с Юпитером, и мигрировать, образовывать кометы в семействе Юпитера. Вот такая примерно современная картинка, современное представление о том, как это все происходило. Можно еще один вопрос? Я так понял, что после того, как Плутон перестал быть планетой, зато появилось целое семейство, которое в честь него назвали. Ну, не совсем так. Плутон перестал быть планетой, тогда его перестали считать планетой, тогда, когда открыли примерно три сотни подобных объектов, только на немного более далеких орбитах. В общем, смысл считать Плутон планетой чем-то выделенным? Я просто к тому, что именно подобные объекты, они чем-то выделяются, кроме размера? На фоне всего остального населения? То есть составом? Пожалуй, нет. Про Плутон мы, опять же, мало что знаем. Мы знаем, что у него есть азотно-метановая атмосфера, мы теперь знаем, что у него достаточно богатый рельеф и конденсированный метан на поверхности. Все, наверное, видели эти ландшафты довольно интересные. Но существуют ли подобные атмосферы, допустим, у других транснектурных объектов? У нас просто нет. Возможно существует, потому что нет оснований предполагать обратно. Так примерно выглядят современные представления об этих объектах и об их статистике современной. И, конечно же, я повторюсь, основная мотивация эти объекты исследовать основана на желании увидеть, пощупать первичный материал, из которого строилась Солнечная система, который сохранился в наиболее защищенном, превозданном виде. Но здесь я покажу вам исторически первые спектры, которые были получены при пролете аппаратом ВЕГА, это было 30 лет назад, в 1986 году. Я тогда на втором курсе учился. Все было очень новинково. Все это дико возошвляло, конечно. Вам просто полезно понимать историю немножечко и эволюцию наших представлений. Но, кроме того, у этого спектра есть еще хорошее свойство. Он такой совершенно реальный. Вот так выглядел этот комплекс. Вот этот телескоп стоит, кстати, у нас на полке виспавре. Крышку можете узнать. Это был, так называемый, трехканальный спектрометр. Значит, у него был инфракрасный канал, построенный на кольцевом интерференционном фильтре. Был, значит, видимый канал, и был ультрафиолетовый канал, который не заработал. И вот видимый канал, в отличие от планет, где он практически бесполезен, потому что у молекулярных газов, у спектра в видимом диапазоне ничего нет, собственно. Поэтому мы видим в этом диапазоне, что атмосфера прозрачна. Но комета отличается от планеты тем, что так вот он выглядит, вот этот трехканальный спектрометр. Тоже так чисто исторический интерес представляет картинка. Но, тем не менее, довольно изящное решение. Из телескопа разводится, значит, по двум, значит, ультрафиолетовому перевиданному каналу с матричными детекторами с усилителем изображения. А инфракрасный канал, он, так сказать, представлял собой плиновый интервенционный фильтр кольцевой и инфракрасный детектор, там, инди-галин-мышьяк. Такое довольно компактное изящное решение, по тем временам очень красивое. Кстати, руководителем был Краснопрозг. Такое вот было геометриное наблюдение, то есть аппарат проходил достаточно далеко, на расстоянии порядка 500 километров из ракометра. Ну и вот такой вот он спектр наблюдал. Значит, что здесь интересно? Интересно то, что, во-первых, есть довольно большой континул. То есть вот все вот эти эмиссионные полосы, которые мы видим, они на фоне довольно широкого спектра, который представляет собой просто рассеянное пылью солнечное излучение. Примерно половина, в ряде случаев больше половины излучения кометы, это просто рассеянное на пыли солнечное излучение. Пыли там сыпется действительно довольно много. Вот. Если же мы посмотрим, что там существует кроме пыли, и постараемся интерпретировать эти полосы, мы увидим вообще много интересного. мы практически не видим здесь ни одной человеческой молекулы. Обратите внимание. Здесь какие-то совершенно немыслимые химические формулы, которые в обычной жизни никогда не встретишь. А свободные С2, что ли, есть? Вот есть С2, да, есть С3, есть С3. Да, как говорят же, он в природе не встречается. Есть ОН. Ну вот я же говорю, вы в пробирке там, в полосе с газом вряд ли увидите, когда они будут С2. А вот в атмосфере кометы запросто. И вот именно поэтому видимый спектр комет настолько богат, что в атмосферах кометы у нас существуют молекулы, которых в обычной жизни практически не бывает. То, как любят говорить о Ганнах, запрещенная химия. Но здесь секрет гораздо проще. Ну, из привычных веществ есть С2, ну, и гидроксил, который хотя бы... А в Ганнаху запрещенная химия, в основном, с высокими давлениями связана. Да. А вот давайте подумаем, почему здесь у нас запрещенная химия. Ну, явно не из-за давления. Да. Ну, что-то с ионизацией, может, как-то связано? Ну, не совсем с ионизацией, скорее с фотолизмом. Дело в том, что атмосфера кометы – это сильно неравновесная среда. И все вот эти вот молекулы, которые мы здесь наблюдаем, они действительно нестабильны. Они не живут долго. Мы их наблюдаем просто на протяжении вот какого-то ограниченного промежутка времени. Они там на месте синтезируются и там же на месте разрушаются. Потому что атмосфера кометы – это среда, которая расширяется в вакуум практически бестолкновительно, очень разреженная. И основной процесс, основные химические реакции, которые происходят, они связаны просто с распадом, с развалом тех молекул, которые там существуют. И поэтому мы, в принципе, можем догадаться, что вот это не те молекулы, которые испарились у нас из ядра. Это не те молекулы, с которых ядро состоит. Это молекулы, которые образовались в результате фотолизма, называемые дочерние. А вот родительские, как их называют, молекулы, но мы можем догадаться, да, что если вот у нас есть, например, ЦН и есть НН, то, скорее всего, был ХЦН, синтезирующая кислота. Если вот такой большой-большой пик гидроксила, значит, скорее всего, у нас был водяной пар, который потерял водород. Ну, С2 говорит о том, что, скорее всего, это какие-то обрывки углеводородов. Там, этан, этилен, ацетилен. Опять же, NH2 говорит нам о том, что, скорее всего, там был аммиак, который потерял водород. Ну и так далее. Вот, в принципе, понаблюдая спектры дочерних молекулы образованных в результате фотолизма, мы можем восстановить, попытаться первичные вещества. Извините, а можно предыдущий слайд? А что там стрелочками там показано, вот на эти минимумы? Значит, стрелочками, да, спасибо, хороший вопрос. Стрелочками – это вот статья Краснопольского или там наброс к этой статье. Те спектральные области, те длинные волн, по которым строился континуум. Как раз там это были области вне эмиссионных полос. И вот именно по этим точкам строился континуум, по которому оценивались свойства пыли. Вот, а можно еще вопрос задам? Как вы думаете, почему вот смотрим мы на планету, да, и у нас, как правило, полосы в поглощении? А смотрим на комету, и у нас полосы вдруг торчат вверх. Ну, потому что тут оптически тонкая сфера. И что? Оптически тонкая, казалось бы, должна просто означать, что поглощение слабое. Вот если мы поднимемся там в атмосфере Земли на большие высоты, у нас тоже будет оптически тонкая сфера. Слабенькие линии. А почему вдруг такие мощные нанесенные полосы? Я вот почему задаю вам эти вопросы. На самом деле, над всеми этими вопросами люди думали, начиная аж с конца 19 века. Первые спектры комет — это вообще первые спектры, которые люди увидели в астрономических объектах. Ну, понятно, опять же, почему. Потому что не в атмосферах планет, да и, в общем-то, не в атмосферах звезд, Вы особенных спектральных особенностей в видимом диапазоне не увидите. Может, потому что там восходящие потоки постоянно от кометы. И что? Как восходящие потоки вы являли на атомный спектр? Это, в общем-то, элементарный такой перенос излучения. Вы должны все хорошо понимать и представлять. Значит, запомните еще раз, точнее, осознайте, что атмосфера кометы — это неравновесная следа. Значит, когда мы пишем уравнение переноса излучения в привычном форме, мы предполагаем, ну, плюс там интеграл, связанный с Россией. Значит, мы предполагаем здесь неявно, что у нас среда равновесная, что у нас существует локальное термодинамическое равновесие, и функция источника, которая должна здесь стоять, мы заменяем ее на фланговскую функцию. Значит, вот в атмосфере кометы это все не так. Здесь и близко нет никакого локального термодинамического равновесия. И, значит, еще раз давайте повторим, что такое локальное термодинамическое равновесие. Кто скажет? Почему оно важно для формирования следа? В результате каких процессов в атмосфере происходит установление термодинамического равновесия? Вот здесь вот, в комнате. Помните? Вот у нас молекула возбудилась, наглотила фотон, возбудилась, потом, то есть поменялось вакуумное состояние, потом перезлучила фотон. Тоже поменялось вакуумное состояние. Кто следит за распределением молекул по квантовым состояниям? Какое у него вообще будет распределение по состояниям? Молекула — система с большим количеством степеней свободы. Да, у него там много состояний. Требательные, врачательные, патронные. Как эти состояния распределены? Ну, по-моему, матрица плотности нет, это распределением занимается. Матрица плотности — это немножечко другое. Когда мы говорим, что у нас этих состояний чистых, в общем-то, нет, они там друг другом себя не торпурируют, вот мы тогда описываем систему плотности с помощью матрицы плотности. Допустим, у нас есть изоляционное состояние, всё хорошо. Хорошо, вот у нас двухуровневая система, примитивнейшая молекула, искусственная, в которой только два уровня. Какое время она будет проводить в нижнем состоянии, какой объект вообще у нас будет появляться? Подождите. Ничего. Ребята, с чему мы познанием общей физики как-то вот трудно жить, например, в своей физике. Населенность как-то. Да, вот населенность чем будет появляться? Не Больсман, не Больсман, естественно. А почему? Почему Больсман? Какой процесс будет устанавливать? Равновесность. Снимание Больсман – это равновесность и динамика. Да? За счёт чего у нас устанавливается стилемномоческое равновесие? Ну, естественно, столкновение. Естественно, столкновение – это главный процесс, который у нас приводит к термализации нашей терминомической системе. Часто столкновение в воздухе происходит? Нет. Ну, это можно оценить с помощью давления, длины свободного пробега. Ну, а так. Скорость и концентрация так. Ну, смотрите, длина свободного пробега 10 минус 5 сантиметра. Я почему-то зашкорю понимаю цифру. Ну, в общем, 10 минус 5. Значит, скорость – это скорость звука. Допустим, 100 минус 7 минус 300, допускай 100. Значит, это у нас, значит, 10 четвёртый сантиметр в секунду, да? Значит, вот берём 10 минус 5, делаем на 10 четвёртый, получаем наносекунду. То есть каждую наносекунду по молекуле допит в соседний мир. Естественно, там все состояния перетряхиваются на вас. Молекула тут же перераспределяется по боку. Ну, а тут столкновений нет, да? А тут столкновений нет, там-то и дело. Газ очень разрежен, он расширяется в боку. И поэтому молекула, которая проглотила фотон из солнечного излучения, она стала висеть в таком возбуждённом состоянии до тех пор, пока этот фотон не перезвучит куда-то. Как правило, это просто будет естественное время жизни, состояние, естественная релаксация. И поэтому, если у нас молекула находилась в каком-то состоянии, что она возбудила со солнечным фотоном. Потом повисела-повисела в таком состоянии и отрелаксировала, выпустила точно такой же фотон и упала назад в свое нижнее состояние. Такой механизм называется резонансная флуоресцания. Почему резонансная? А флуоресцания понятна, потому что молекула в радиационном возбудении радиационно отрелаксированная. Этот процесс называется «Флуоресцей». Почему резонансная? потому что она отрелаксировала ровно туда, откуда ушла. Конечно, может быть и по-другому. Может быть, что она упадет туда-то в недостабильное состояние, там долго проживет, как в лазере, а потом отрелаксирует на какой-то другой тренировке. Но это надо специально такие системы изобретать. У простой квантовой системы, у нее, как правило, основной механизм, это будет вот куда возбудило, оттуда упало. Это резонансная флуоресценция. Вот, естественно, у нас в результате вот такой резонансной флуоресценции появятся пики, то есть те длинные волны, которых эта молекула способна излучать. Поглощает она мало, поскольку справедливо было замечено, что среда оптически тонкая. и поэтому все, что мы видим на этих длинных вол, это результат как раз вот этой флуоресценции, результат галаксации. Поэтому спектр эмиссион. Так, ну хорошо, с этим немножечко разобрались. Значит, вот это совершенно уникальный исторический спектр, очень, как видите, шумный, очень кривой. Чем он важен? Тем, что это вообще первое в истории наблюдение, прямое наблюдение спектра самой распространенной молекулы. В атмосфере кометы и вообще в комете молекулы воды. Значит, вот сотрудникам в аппаратуре инфракрасной спектроскопии планетных атмосфер должна быть знакома полоса воды 1,38 микрон. Вот она здесь во всей красе. Вот этот маленький крючок, корбик, это, собственно говоря, первое наблюдение спектра воды комете. Почему это не наблюдается с Земли? Хотя, казалось бы, во-первых, атмосфера Земли сама содержит много воды, ее не будет видно, но даже с орбитальных телескопов этого не было видно. Потому что молекула воды, она в атмосфере кометы дома не живет. Она быстро дисцирует на кислород и гидроксилы, на водород и гидроксилы. Поэтому надо было подобраться достаточно близко и заглянуть в самую внутреннюю кому, туда, где еще молекула воды не разводить. Ну, вот попытка там интерпретировать вот эту систему полос С2. Интересно, что здесь есть слабенькая полосочка так называемых полициклических ароматических углеводородов, простейшим из которых является нафталин. что такое эти самые углеводороды? Это несколько бензольных колец, таких вот, которые слеплены в такие вот цепочки. Ну, и тут у нас, соответственно, торчат водороды на свободных валентностях. Вот такие молекулы, их может быть или ими, но это они, извиняюсь, полисаживаются. А мне кажется, вот там в углу... В уголочке не может быть водородой. Ну, это просто. Вот этот, да. Да, наверное, не может быть. Там у нас в ее рот. Мне кажется, он уже закончен, и все. Но у него 4 валентности, поэтому... А, у бензола тут половина связи бывает, да, согласен. Как эти данные интерпретируются? Наблюдались они с, так сказать, незапамятных времен, вот эти спектры. И поскольку атмосфера комета объект очень протяженный, мы можем довольно ненапряжно, довольно скромный телескоп построить зависимость вот этих эмиссий, для сильности эмиссий вот этих дочерних молекул, радикалов, в зависимости от расстояния до ядра. Видите, вот тут там, до миллионных километров может простираться. Ну, и дальше мы можем это сравнить с такими-то моделями. которые бы нам позволяли как-то предсказывать зависимость концентрации вот этих родительских, дочерних, там, мучаторов и всяких других молекул от ядра. И здесь простейшая модель, которая исторически была променена, значит, она здесь вот этой вот сплошной кривой изображена. Это так называемая хазеровская модель, которая представляет собой просто изотропную эмиссию. Значит, вот у нас есть ядро. Из ядра происходит истечение вакуум. Дальше с какой-то вероятностью у нас происходит фатолиз-молекула, она разваливается, допустим, на два радикала. И дальше каждый радикал тоже имеет какую-то вероятность фатолиза и тоже может там на что-то развалиться. Вот в рамках этой модели мы можем предсказать, написать, значит, какие-то формулы для стационарных распределений. Они, повторяюсь, не являются равномесными, но являются при этом стационарными. Ну и для концентрации родительских молекул, как я знаю, что будет П, от слова parents, это будет у нас какая-то нормировка на радиус квадрате и на E в степени минус R в чешевской на R в чешевской R в чешевской R квадрат возник просто в результате однородного затвора в чешевской геометрии, понятно, а вот эта экспонента она взялась как раз из вероятности фатолиза и шкалой длины L в данном случае у нас будет время диссоциации деленное на скорость стечения. Это простейшее решение антифора какого типа D N по DT плюс V S на 2 V равняется источник. А источник у нас в данном случае будет минус N на T по T патолизм. Значит, это уравнение непрерывности, закон сохранения массы, и в качестве источника мы поставили функцию с потерей. Вот это мы можем написать для родительской молекулы. Переписав все суличные координации, когда у нас есть единственная переменная пространственная радиус, и предположив, что все источение происходит с постоянной скоростью, мы получим такое решение. Чем оно хорошо? Тем, что мы можем оценить вот эту экспоненту, то, что у нас стоит в знаменателе, показатель экспонента, и оценить шкалу длины. Шкала длины имеет точно такой же смысл, как шкала высоты в атмосфере планеты. Немножечко хитрее будет для дочерней молекулы. Значит, для родительской молекулы у нас существует единственный процесс, это распад. Значит, для дочерней мы что должны написать? Мы напишем все то же самое. Вот это буква С написала от слова child dt плюс child . Вот, теперь смотрите, я пишу уже распад родительской молекулы, потому что источником дочерних молекул является распад родительских, да, минус напишу n child на t child, потому что сама дочерняя молекула тоже имеет, может иметь во всяком случае какое-то ограниченное время жизни тоже может подвигаться подробно. Ну и тогда у меня здесь в решении возникнет еще какая-то экспонента. значит, тут у меня будет r на l родительская, а здесь минус l ч. Ну и так далее. В принципе, я для каждого поколения могу написать подобный деформ, могу его решить в симметричном, сферически симметричном случае или в каком-то асимметричном случае, и получить собственно говоря вот такое вот распределение. но это вот простейшие простейшие формулы для хазеровской модели. Да, при тех же самых уравнениях я их могу решить немножечко другой глиометрии. И вот наиболее такой адекватной и простой моделью является так называемая фонтанная модель Фисту. Значит, выглядит она так. У меня действительно атмосфера расширяется до какого-то расстояния изотропно, а дальше у меня траектории, встречаясь с давлением солнечного света, траектории начинают загибаться и приобретают форму вот такого вот фонтана и уходят в хвост. Значит, я кроме вот этого вот уравнения непрерывности добавляю сюда еще и уравнение движения, где я напишу, что просто dv уже как вектор по dt равняется минус 1 на массу и на эффективную силу. я просто напишу сюда второй замок для каждой отдельной молекулы. я буду вынужден писать генетическое уравнение как полагается и здесь у меня будет тоже закон сохранения теперь замочи замочиться уже замочиться Здесь я буду писать... вообще по-другому я должен писать. Я должен писать для фазового объёма D на 2 грамма равняется минус интеграл столкновений. Вот этот интеграл столкновений уже будет очень-очень хитрый. То есть это уже будет полноценная система кинетических уравнений, которые, в принципе, решают, когда строят современные модели экономных атмосфер. Но, повторюсь, и хазеровская модель, и фонтанная модель, они вполне здесь применимы. Мы видим, что хазеровская модель начинает достаточно существенно брать, на порядок примерно уже на больших расстояниях, а вот на малых расстояниях мы видим, что процентов 20-30 здесь ошибка. То есть самая простейшая физическая модель, она вполне адекватно эти вещи описывает. Ну, наконец, я вам ещё дам несколько картинок, которые говорят о том, как эволюционировали представления о том, что такое комета. Вот одна из первых в истории миссии к непосредственным хедрам комет это была миссия, так называемый, deep impact, глубокий удар. Значит, это была миссия малого класса, миссия discovery, очень ограниченная по деньгам, по габаритам. Значит, идеологом и научным руководителем миссии был Майка Хёрн, такой очень известный американский кометолог из Медленского университета Идея, была такая. Значит, вот в те годы считалось, что у комет очень интересная химия. Значит, я вам не показал здесь спектра в среднем МК диапазоне, а там очень интересный пик в районе 3,4 микрон, где концентрируется всевозможная органика. Там и спирты всевозможные, формальдегиды, альдегиды, точнее. В общем, действительно, в атмосфере кометы доля органического вещества довольно большая. Но это не значит, что, конечно, большая доля органики в самом материальном веществе. Вот считалось, что в процессе испарения образуется некая корка, через которую мы ничего не видим, а вот сейчас давайте что-нибудь бросим, эту корку проломаем, ну и как тут у нас, так сказать, будет, выбросим вещество и проанализируем. Какой-то зонт выбрасывали. Да, там была, значит, там была медная болванка просто, вот, наверное, одна из самых бесполезных миссий космических в истории, потому что она просто тащила тяжелую медную болванку. Вот. Ну и как в песне поется, значит, болванка в танк ударила, и произошла довольно большая вспышка, которую почему-то, ну, в миссии это дешевого класса, вот, анализировать было практически нечем. То есть, картинки построили, а спектры толком не померили. Вот. Поэтому, в общем, миссия осталась таким небольшим историческим курьезом, но тем не менее, что? Тем не менее, что? Тем не менее, увидели вот морфологию рельефа. И она оказалась довольно интересной. В отличие от астероидов, здесь на этой картинке видны довольно резкие контрасты. То есть, вот эти вот уступы, падины, они с очень такими резкими обрывистыми стенками. И последующие сближения с ядрами комет, это вот еще одно ядро, тоже тут видно хорошо, вот такие очень резкие контрасты. Это вот комета Бороли, тут немножечко потерянное качество, отлично, в отношении к исходной картинке. В общем, тоже видно, кстати, видите, она тоже двойная, тоже мантелеобразная. Вот. И, ну, и, наконец, вот все это завершилось вот блестящей совершенно миссией розетты, которая показала нам во всей красе, как выглядит это ядро. Значит, откуда вот эти вот такие резкие детали рельефа, которых мы не находим на астероидах? Это результат такой вот испарительной эрозии. Потому что комета, по сути дела, она отличается от астероидов только одним. Она, находясь вблизи Солнца, содержа много летучих, она испаряется. И сама динамика испарения, она приводит к тому, что вот если у нас был какой-то уступ, он под действием солнечных лучей начинает испаряться, вот он выедается таким образом, образуется резкая стенка. И вот все вот эти вот уступы, они так или иначе приводят к образованию таких вот контрастных деталей рельефа. Из-за того, что разная плотность, там вот эти вот камешки, которые трачат, они более плотные, не испаряющиеся? Сомнительно. Мы этого на самом деле, конечно же, не знаем. Но если бы в материале ядра комета были какие-то крупные камни, то эти камни сыпались бы. Мы бы их видели в атмосферах кометы. Более того, вот та пылевая нелетучая составляющая, которая в кометах тоже присутствует, мы ее сейчас имеем возможность наблюдать и даже пощупать. Потому что вот те самые метеорные раи, которые выпадают на Землю, периодически там, вы знаете, там Персеиды, Вракониды и так далее, по сути дела, это погибшие кометы, то есть это та пыль, которая осталась на траектории, на орбите кометы после того, как все летучее вещество комете испарилось. Таких раил довольно много. Мы можем даже сейчас собирать эти частицы в стратосфере земной. Таким образом, в общем-то, вещество кометы, оно оказывается доступным для непосредственного лабораторного анализа. Но, конечно же, не все вещество, а именно нелетучие. Вот это приличная кометная пыль. Что на этой картинке еще очень интересное? Вам должно быть немножечко лучше даже видно издалека, чем мне. Видите, вот эти светлые полосы. Значит, это как раз уже кометная активность. Это так называемые джеты. Еще до кометы Галлея, еще с наземных телескопов, видели, что испарение происходит неоднородно. И чем ближе мы подбираемся к ядру, тем более неоднородные потоки вещества. Они истекают из кометы в виде таких вот коротких струй. И как раз на чем строилась гипотеза, которая привела к миссии Deep Impact, считалось, что это какие-то дырки в вот этой вот коре, из которой идет очень интенсивный испарив. Сейчас мы видим, что это не так. Мы видим, что да, струи есть, а дырок никаких на самом деле нет. По всей видимости, это вот такая вот хитрая, очень неравновесная кинетика в такой многопотоковой столкновительной среде, связанная с тем, что у нас истекает не только газ, но истекает еще и пыль, и происходит некая самофокусировка вот этих потоков в такие узкие струи, которые потом уже там расползаются вследствие депозии. Почему может происходить самофокусировка? Потому что у нас здесь отпаряется не только газ, еще и сыпется пыль, и пыль, как известно, давление не оказывает. То есть у этого вещества не традиционное для нас уравнение состояния идеального газа, давление пропорциональной плотности, а давление может быть вообще очень малое или просто близко к нулю. И в этом смысле мы можем сжимать эту струю, а никаких сил, которые бы ее расталкивали, не существует, потому что пыль за время не оказывает. Но это как бы одна из гипотез, только на самом деле мы сейчас этого не знаем, и пока что я хороших моделей вот этих струй, публикованных, не видел. Ну и напоследок вот про вот эти вот двойные ядра. Когда только появилась первая картинка кометы Галлея, это тоже очень интересная история, на самом деле картинка кометы Галлея появилась вовремя благодаря физтеху. Здесь в ИКИ разработали очень продвинутый по тем временам видеотерминал, который соответствовал ну там примерно современному какому-нибудь Full HD. Но понятно, что никакой компьютерной графики в те годы не существовало в принципе. Вот. А телеметрией занимался компьютер дочерней фирмы Обема немецкой, Андал, который по линии КГБ поставили сюда в ИКИ. Был в свое время самый мощный суперкомпьютер во всем Советском Союзе здесь стоял. Он обрабатывал эту картинку. Поскольку тоже тогда были санкции, и мощные компьютеры вообще не поставлялись в Советский Союз. Это было под очень жестким запретом. И буквально за пару месяцев до пролета оказалось, что эти два компьютера не имеют друг другу общаться никак. В разной системе команд, просто принципиально разные протоколы. Опять же, интернет тогда тоже никакого принципа не существовало. Вообще никаких компьютерных сетей. И, в общем, идея показать, пропиарить вот эту картинку, показать теорию времени, пригласить гостей, она не была под сильной угрозой. И вот у нас в Текляшке нашей физтеховской, значит, на кафедре прикладной физики работали двое замечательных ребят. Коля Красивников по прозвищу Карась и Олег Былов. Коля, кстати, до сих пор сейчас физтехик преподает. И они за буквально месяц разработали интерфейсную плату, которая связала эти два компьютера. Придумали сами протокол, плату изображала оператора, который, значит, читал данные с дисплея и убивал клавиатуру на другом компьютере. В общем, все это, так сказать, удалось. Сагдеев тогдашний директор и Киев был страшно счастлив, там позвали иностранцев. New York Times написала, что русские прячут какую-то мощную суперкомпьютерницу. Все было очень красиво. Но сама картинка, которая была показана, она была, в общем, достаточно убогой. Ну, просто потому, что качество изображения было не очень хорошее. Оно было достаточно, так сказать, достаточно далеко. Все-таки 500 километров приличное расстояние. Казалось, что действительно ядро двойное, но это было, в общем-то, в каком-то смысле аберрации, потому что, ну, недостаточно такого качества картинка. Было просто два ярких пятна, два ярких максимума. Которые... Не, не хочет у нас интернационироваться. Ладно, сами видите. В общем, по сути, уже через долгие-долгие годы оказалось, что вот эта ошибочная интерпретация, она, может быть, была и не такой глупой. Потому что сейчас мы видим, что, несмотря на то, что кометы, ядра комет представляют собой единые тела, у них действительно ядра двойные. И, возможно, это связано уже с кинетикой образования самих тормедоземалий, когда они образуются из таких газопылевых сжимающихся вихрей. Но вот эти идеи, они развиваются там несколькими группами. Но вот, опять же, такую красивую убедительную теорию, почему у астероидов и комет двойные ядра, я, честно говоря, сейчас предложить не могу. Ну вот, так выглядит поверхность при совсем близком рассмотрении. Действительно, она сильно неоднородна, тут какие-то, так сказать, камушки. Хотя это всё водяной лёд. Ну и, конечно, вот эти фантастические совершенно горные пейзажи. Безумно красивые. Ну вот, появились попытки какой-то геологической классификации. Ну, тем не менее, это всё лёд разных классов, разной степени эрозии. Но, тем не менее, это всё водяной лёд. Ну вот, вы можете себе представить, насколько, так сказать, подверглось, видите, тут множество кратеров. То есть было много ударов. И, конечно, очень-очень мощная радиационная эрозия. А как глубоко упала болванка, не знаете? Там не приводятся такие данные? Ну, вот в миссии Дипы. Не помню, честно говоря, но это какие-то там первые метры. Ну, можно прикинуть, если вы пятьдесят килограмм бросаете со скоростью десяти километров в секунду, то это, я боюсь собрать, но это эквивалентно такой хорошей верболкой. То есть там полтонна, тонна. То есть это, ну, несколько метров она в рамках должна быть. Ну вот, значит, основные характеристики, количественные, они здесь приведены. И, благодаря тому, что эта комета разглядывается просто в упор, мы ее знаем довольно точно. И за неимением других данных, и потому что они не противоречат, в общем-то, наблюдениям других комет, мы, как бы, можем считать их довольно типичными. Но, опять же, мы статистики пока что не знаем. Это комета, которая рассматривается ближе всех. Значит, что мы видим? Значит, двадцать километров, двадцать кубических километров подъем. Ну, видите, плотность все-таки здесь сильно меньше единички, примерно половинка. Вот, здесь шестнадцатый грамм плотности. Ну, как я и говорил, там, от 10-15 до 10-18. Вот, видите, плотность аж 0,47, то есть совсем-совсем маленькая плотность. И связано это с тем, что вещество это сильно рыхлое. То есть, по сути дела, это конгломерат частиц, а не какая-то единая такая одышка. Значит, в свое время, еще в шестидесятые годы прошлого века, у Иппу была предложена такая метафора. Он сказал, что комета — это «Dirty Snowball», то есть грязный снежок. И, по сути дела, мы сейчас видим, что да, это так. Значит, на четыре части пыли приходится одна часть массового газа. Значит, скорость кометной активности, ну, здесь, там, почему-то миллилитра в секунду, это не очень, мне кажется, на квадратный метр. Я привык в молекулах. Значит, примерно комета в период своей максимальной активности производит порядка десять тридцатой малой квадрат в секунду. Вот такая цифра заполнилась. Значит, кометы очень холодные, обратите внимание. Значит, даже вблизи Солнца — это порядка, там, двухсот, может быть, двухсот пятидесяти кель. А вот непосредственно под поверхностью, видите, что там, вообще, несколько десятков кель. То есть, вот, минимальная температура, которая зафиксирована в недрах, ну, как бы экстраполирована, естественно, в недрах кометы — это 30 кель. То есть, это примерно соответствует той естественной температуре, при которой ядра кометы находится в руке. При этом ядра комет очень темные, темнее даже Луны, несмотря на то, что, хоть основной материал — это вода, за счёт его значительного включения пыли, этот лёд совершенно чёрный. Шесть процентов альбедо — это очень тёплая температура. То есть, фактически, она вот чёрная поверхность. Вот такие сейчас у нас представления об этих объектах. Конечно, очень жаль, что вот не удалась посадка, потому что, конечно, самое интересное и самое интригующее — это всё-таки, что там за вещество, какой глагулярный состав, в каком виде там органика, откуда она там взялась. То есть, это первичная органика из ранней эволюции в Солнечной системе, либо эта органика была синтезирована по ходу эволюции самой кометы. Мы сейчас этого не знаем. Но вот что мы знаем, что и астероиды, и кометы, и вообще малые тела представляют собой очень рыхлые конгломераты. И то, что они, конечно, претерпели значительную историю столкновений и передачи материала этого нового тела. Ну, и повторюсь, вот эта загадка такой гантельной геометрии, она всё ещё ждёт своего решения. Думаю, что на ваших глазах какая-то красивая теория на этот счёт появится. Ну, на этом я, наверное, свой курс завершу. А там был слайдик ещё такой красивый, с двумя хвостами. С двумя хвостами, давайте посмотрим. Ну, он пропустил в начало. Там как раз... А, всё, я понял. Значит, мы говорили о том, что у комет часто бывает два хвоста. Значит, один из них узкий, тонкий, это плазменный хвост, который устраивался по солнечному ветру. А нейтралы и пыль, они отталкиваются солнечным давлением и образуют диффузный такой хвост, который направлен точно отсюда. Я предлагал оценить самостоятельно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok